Дорогие наши, выбейте, пожалуйста, себе тату с номером и с названием нашего телерадиоканала. Да, а с номером со временем, я хотела сказать, потому что с 18.00 до 19.00 к нам сюда в студию вечерний эфир приходят гости. Потрясающие, яркие, самое главное, что смешные и веселые. Да, друзья, это странный вечер. На стороне здесь, как всегда, мы, Майк Войс. Маш новый номер тоже обязательно нужно выбить, потому что он вам понадобится ровно через два часа. Да, друзья, а сегодня мы приветствуем радиоведущую. Ведущую шоу «Два с половиной человека» в прошлом автора шоу «Стерео утро» на МТВ Юлю Денисову. Но она пришла сегодня не одна, а вместе здесь сценарист шоу «Вечерний Урган». В недавнем прошлом вице-чемпион высшей лиги КВН, сценарист «Камеди Клаб Продакшн». Помимо всего, практикующий психолог Павел Оветиков. Все, воздуха хватило, Машу новой. Юля, здравствуй, привет. Привет, привет. У вас еще хватило. Теперь меняемся. Слушайте, но вроде ничего не забыли, ничего не упустили. Проходите, друзья. Потому что очень много всевозможных регалий. Будем сегодня целый час обо всем по порядку разбираться. Как у вас настроение? Настроение супер. Хорошее настроение. Настроение хорошее, жизнь чуть похуже. А вот это и может быть даже очень хорошо для людей, которые с юмором. Мне кажется, что чем жизнь хуже, тем веселее можно ее преподнести. Правильно? В стендапе так, например. Да, это правильно. Ну, давайте я вам вкратце расскажу, чему посвящен вообще наш вечерний эфир. Мы говорим о юморе. А почему ты посвящен, что ли? Посвящен всегда. А так, продавайте, пожалуйста. Хорошо, что ты на третий месяц понял, что мы все-таки о юморе говорим, а не о горе вечернем эфире. И всегда у нас есть такой традиционный вопрос. Умеете ли вы как-то относиться к жизни с юмором? И научите, пожалуйста, наших зрителей и слушателей поделить каким-то секретом, лайфхаком, что, с чего начать. Так, умеем ли мы? Ну, умеем точно, абсолютно. Это факт. Это точно. Лайфхак какой-то. Ну, надо в первую очередь, вот мой личный лайфхак, надо в первую очередь не к жизни относиться с юмором, а к себе. То есть шутить над собой, и тогда ты как бы расслабляешься, и у тебя идет все уже как по маслу, ты уже другими шутишь, и над жизнью. Тебе становится легче, если ты умеешь над собой смеяться, вот. Вот это мой жизненный лайфхак. Мне помогает, наверное, вот это ощущение, и это мне помогает и шутить, и помогает другим как-то учить шутить. Это как бы выходить из ситуации и смотреть на нее с разных сторон. Со стороны. Для меня про это юмор, про то, что любую ситуацию можно рассмотреть с разных сторон. И себя в том числе. И себя, безусловно, конечно. То есть посмотреть на себя любимого, как будто ты не ты, понимаешь? Себя можно посмотреть на любимого, на не очень любимого. Вот. На раз. Миш, а ты знаешь, у нас, кстати, практикующий психолог сегодня в гостях. А я и думал подлечиться не очень-очень. Я вот хотела как раз записать тебя, так вот, пользуясь случаем. А вот ты смотри, ты сразу вот с человека можешь считать, какой он, или тебе все-таки надо время, чтобы его раскрыть, пообщаться. Мне кажется, это вот, знаешь, это вот свойственно всем профессиям. А вы правда КВНчик, да? Нашутите, вы правда психолог считаете. А вы правда таксист, поехали там. Поехали, да. Вот это вот. Правда проктолог. Спасибо. Да. Ну, друзья, сегодня нас собрал с вами потрясающий повод. Вы вместе объединились. Мы объединились. Да, пришли сегодня к нам вместе в эфир, потому что вы запускаете школу, где будете обучать людей, которые, может быть, никогда с этим не были связаны. Будете их обучать юмору. Да. Расскажите поподробнее об этом. Чья это была идея? Да, как вы нашли друг друга? Почему поняли, что вам надо в тандеме работать? Мы нашли-то друг друга очень давно. Я тоже. Нет, нет. 15 назад. Лет 15 назад, когда начался комедий, ребята у них были авторами, они писали, а я тихонечко сидела в углу и завидовала. А потом они увидели, что я тоже пишу, и меня прям заставляли. И мы как-то разглядели во мне потенциал. И мы один раз прям заперли ее в комнате, сказали, что пока не напишешь, шуток не выйдет. То есть я перед ними стеснялся, но у каждого человека есть какие-то свои авторитеты. Вот для меня эти люди до сих пор остаются авторитетами. И я говорю, я не буду при вас писать. Они говорят, не будешь при нас, иди в комнату. Подперли дверь, стул, и я сейчас сидела в комнате. Серьезно заперли. Серьезно, абсолютно. Удерживали человека. Подожди, а цель какая была? Чтобы ты написала себе? Не себе. Не себе. А кому? Таиру. Мы написали, да, в комедии Таиру. В основном Таиру Мамедову. Так. Иногда Паши Воли, когда мы собирались, ну, когда съемки были. Но эти шутки Таиру писали. Нужно было выдать материал. И я все написала. Мы-то думали, что они сами для себя все писали, а сейчас все раскрывается, чтобы были люди, которые это делали. Нет, они пишут и сами себе, и все равно используют авторов, потому что все-таки тяжело. У тебя мысль иногда засоряется чаще всего, когда у тебя огромный поток всего. И нужны обязательно люди со стороны. Ну да, и нужна обратная связь со стороны. А то можно сам с собой как бы нашутиться и потом одному измелье. Слушайте, а тогда у меня обратная сторона медали. Другой вопрос. Но каждому человеку свойственен свой юмор. То есть как предугадать, что вот свойственно Таиру, а что нет? То есть можно же не попасть вот в... Ну да, в человеках персонажа. Так это же обсуждается. Находится какая-то точка. Ну то есть он говорит, вот это мне смешно, вот это мне не смешно. А, то есть вы накидываете нечто сначала, да? Некий текст. А он уже говорит, вот это типа про меня, а вот это нет. Потому что мы придумали все вместе как бы определенную форму, в которую мы и писали. Вот это была программа Максимума, показать все, что скрыто. И мы в нее... Скандалы для расследования. Да, да, да. Был у нас такой, что юмористический завод прям. Мы вообще иногда просто не думая туда просто... Ну вот сейчас, когда я пишу, я отталкиваюсь от людей. То есть я им посылаю какой-то материал, они говорят, мне не нравится, это не про меня, а вот это про меня. Я начинаю уже смотреть, что про них и отталкиваться от этого. Юля, тогда у меня следующий вопрос. Для других людей, то есть получается, вы вот с легкостью можете написать. А для себя вы хотите написать некий стендап, который, чтобы выступать публично, на сцене? Я ушла от этого. Почему? Мне не нравится сцена. Как? Вот так. Стойте, стойте, стойте. Моя уважаемая соведущая, вы сейчас комфортно себя чувствуете, мы сейчас в прямом эфире. Камера, да, и на сцене. Но если я могу начать, у всех же было, да? У всех же было, да. Не, 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 ну мне просто... Мне больше нравится писать. Мне нравится быть автором. Мне не нравится быть, как бы, действующим артистом. Правда, мне вот как-то гармонично, я себя как рыба в воде чувствую, когда пишу кому-то, там, редактирую еще что-то. Мне вот комфортнее так, чем выступать самой. Но, но смотри, ты полностью отказался от этой мысли? Или может быть, когда-нибудь? Когда-нибудь, когда, да, конечно. Павел, у тебя какая история. Я вижу, как ты ухмыляешься. Я ухмыляюсь, потому что я одно время выступал, и мне нравилось, но это скорее было, ну там, в КВН-е такая прям альтернативная команда, которая состояла только из людей, которые не выходили до этого на сцену. То есть только авторы были. Так. И достаточно успешно нам очень нравилось, вот, поэтому это все было легко. В Камеди, в Камеди я один раз выступал, и ужасно было страшно. В общем, я понимаю, что мне нравится, и мне как-то хотелось бы, но понимаю, что вот не нашел еще свой какой-то жанр. Я думаю, что это будет какой-нибудь стендап, блог или что-то такое. То, что себе писать сложно, потому что я же автор ОГОГО, я там писал Урган, то там, и так далее, куча всяким людям. К регалиям Павла! Мы обязательно вернемся после рекламы музыки. Оставайтесь с нами. Да, друзья, скоро вернемся. Вуу, мы умеем заводить. Дорогие друзья, дорогие друзья, недолго мы томили вас ожиданием. Собственно, мы здесь, и тут за кадром Юля говорит, ну мы ж так и не рассказали, как мы объединились. Юля, самое время. Как вы объединились? Как вы нашли друг друга? Как вы поняли, что вы родственные души? Да, мы нашли друг друга давно, и вот, как Паша сказала, я попробую коротко. 15 лет назад мы друг друга нашли, потом у Паши была год назад, да, по-моему, лекция по юмору, мастер-класс. И он позвонил мне, говорит, помоги написать. Я говорю, я? И вот как-то мы поняли, что, наверное, вот прикольно. И у нас так здорово получилось, у него была великолепная, великолепный был мастер-класс, у меня ходили на него друзья, было очень круто. И мы вот подумали, что почему бы нам не объединиться и не сделать, потому что знаний у нас прям достаточно. Знаний, опыта много, и мне понравилось то, что Юля тоже заинтересована именно вот обучать людей. Мне это тоже очень нравится, и мне важно было найти среди вот всех кучи знакомых юмористов, которым еще интересно обучать. И обучать. На самом деле это дар, потому что, мне кажется, не кажется, человек в принципе способен это делать. Он может сам что-то черпать, но вот чтобы рассказать другому какими-то действенными фишками поделиться, наверное, это сложно. Павел и Юля, сейчас будет череда вопросов от Марии, потому что Мария все время хочет кому-то набиться, подучиться, чему-то вот именно юмору и прочее, прочее. Да, но на самом деле я сейчас... Как ты подлечиться, она подучится. А я подучиться. Да, 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 тут каждому свое. Я со стороны зрителей и слушателей. Вот они едут сейчас и думают, я же хочу подучиться, как раз тебе пошуели. Что надо сделать, где вас найти, куда написать, оставить заявку. У нас пока нет сайта, он в разработке. Но есть ваши инстаграм-профили, вы там набираете, давайте сразу. Инстаграм или в фейсбук, или вконтакте. У меня инстаграм называется мир, нижнее подчеркивание, бегудей. Запомнили, мир бегудей. Кстати, почему? Меня в школе так назвали, но с учетом того, что это абсолютно безграмотно, слово бегудей не склоняется, я об этом знаю, мне часто об этом пишут. Потому что я кудрявый, все думали, что я на бегудей кручусь, какой-то мальчик сказал, ой, это же мир бегудей. Я думаю, а мне нравится, как-то звучит нелепо, прикольно, я так и оставила. Так, Паш, как тебя найти среди всего многообразия аккаунтов? А, все очень просто, ты не стал, да, мира, там, этих машинок как-то? Нет, нет. От меня многих, кстати, не пишут, что думают, что я реально ведь бегудей продаю, что я какой-то магазин. Что ты занимаешься этими волосами, может быть. Слушай, а что если воспользоваться? А, давай за эфиром с тобой обсудим. Миш, ну это точно не твоя сдела. Почему бы не подкрутиться? Ну раз люди сами хотят покупать, сами подписывают, да грехом не впарить эти бегуди. Подписываются, не добавляют меня. А нужно ему подписываться, поверьте. Такие как скрихаем, кстати, реально. Слушайте, ну вот, хорошо, они вас нашли, что дальше, какие дальше действия, и о чем вообще, в принципе, ваш курс, какие темы вы там затрагиваете? Давайте вот прямо вот вкратце, есть какой-то план, который вы даете? Ну, основная, и в чем наша фишка, и в чем наше отличие от других курсов юмора, то, что мы работаем много с эмоциями, с эмоциями и с чувствами. То есть у нас есть, понятно, там и интеллектуальные упражнения, и есть куча упражнений на чувства, на эмоции, на напряжение, на расслабление. Ну это как раз твой профиль, да? Это мой профиль и такой, и такой. Вот это как бы на стыке моей компетенции. На креатив, есть вот это вот сразу, знаете, чтобы научиться быстро на какие-то шутки или на какие-нибудь комментарии отвечать, да, импровизация. Ну там будет, да, и будет. Будет, спасибо, что подсказала и про этот курс. И про этот курс. Большой курс из шести занятий. Да, из шести занятий, шестинедельные, с домашними заданиями. Раз в неделю, получается, занятия. Да, это будние, выходные. Наверняка. Это, ну, как мы в будни, скорее всего. Скорее всего, да. А потом будут еще маленькие курсы, однодневные, по разным темам. Вот то, о чем ты как раз говоришь, как научиться смешно отвечать рейтерам, как смешно подписывать свои фотографии. Придумать шутку к новости. Что по итогу получится? То есть человек выйдет и зачитает стендап, не знаю, на канале ТНТ, или он начнет снимать вайны? Вот какой будет итог? Если он отучится на большом курсе, у него будут действительно свои скетчи, он сможет их писать, придумывать. То есть вы будете подготавливать их, правильно? Сами будете рецензировать, редактировать, и он сможет пойти сюда. И рецензировать. И мы прям поэтапно, то есть начиная того, как выбирать темы, как понимать, какая тема как бы потенциально хорошая для юмора. И для человека, в принципе, которая ему органично. Мы будем работать с личным опытом, как это можно использовать для тем. Плюс общепризнанный диплом баллонской системы на двух языках. Все вкладыш тебе дадут. Это еще хорошо для людей, не только которые хотят прям научиться, но и которые уже выступают. И вот, например, у них какой-то там юмористический ступор, и они думают, а где же, вот что же мы все обо всем пошутили. Вот мы можем подсказать, как сделать так, чтобы с другой стороны подойти к тому или к той или к другой теме, чтобы это было смешно. Илья, ну а скажи, для людей, которые вообще не в этой теме, уже даже там не подростки, может быть, они и за интернетом сейчас не особо, бизнесмены. Вот это и может быть полезно. Да, я сейчас работаю с человеком, который не имеет отношения никакого к юмору, но он начал снимать скетчи. И у него очень хорошо получается. Ну сначала было не очень в плане, ну там надо все-таки актерское мастерство, да. Но сейчас вот из-за того, что постоянно старается, у него все пошло, и он смешно делает. Смешно, потому что ему это гармонично. Он не делает ничего выше своих возможностей, он делает то, чего, ну он сам кайфует. Скажите, а есть разделение вот как-то на женский юмор и мужской? То есть ты преподносишь как-то с женской точки зрения или нет вообще таких понятий? Ой, можно я отвечу? Я просто хочу сказать, что вот это вот, ну вот это вот, как это, стереотип о том, что есть женский юмор. Я открою, наверное, сейчас секрет, может быть, для кого-то. Большинство программ юмористических пишут женщины. Оно и видно. Спасибо, следующий вопрос. Серьезно? Да, и в Камеди, и в Камеди Вуман, и в стендапе. Редакторы женщины и юмор пишут достаточно. То есть вполне может быть, выходит Павел Воля и зачитывает текст, который ему написал. Женскую шутку. Женскую шутку. У всех же было, когда грудь вот немножко болит. Нет, конечно, нет. На самом деле, мне кажется, нет ни женского. Ну нет. Есть просто хороший юмор и так себе юмор. Поэтому, конечно, все равно. А на вечернем Урганте все-таки авторов больше мужчин или есть и девчонки, которые пишут? На вечернем Урганте нет. В основном, не в основном, а все мужчины. А, ну вот. А почему? Могут быть и талантливые люди, как Юля, например. Ну, могут. Мы же на чьи. Уже на России у нас еще сексизм. А, то есть эта штука действует. Конечно. Ну, у нас все еще ее как бы не выжечь. Хоть где-то мы еще остались в Европейске. Слушайте, а есть какая-то, ну, я не знаю, вот сейчас может быть бред, скажем, вы меня поправьте. Есть какая-то формула, как придумать шутку? То есть из чего она рождается? Что должно быть в ней? Может, какие-то составные есть? Можешь поделиться? Во всем. И в юморе тоже есть. И в шутке, и в стендапе везде есть формула. Но даже в ситкомах, скетчкомах, в написании кино везде есть название типажей и формула. Ты хочешь услышать формулу? Да. Формула? Где формула? Смотри, значит, смотри. Где цифры? Нужно взять какую-то тему. В теме должно быть минимум два элемента. Чтобы в одном из них было какое-то что-то, создающее напряжение. Или проблема. Это он. Или проблема. Это уже он. Или какой-то порог. Порог? Человеческий, да-да-да. То есть что-то, что вызывало бы эмоциональную реакцию такую. Дискомфортную. Какой-то. Или гнев, раздражение. Или страх. Или отвращение. То есть какую-то такую эмоцию, которая создает энергию. Волнующая, да-да-да. А потом должна быть, ну это в основном, например, в стендапе, должна быть нестандартная точка зрения. А, свой взгляд на эту... Да. Свой нестандартный. Вещь. Не такой, как у всех. То есть ты как-то по-другим углом на это посмотришь. Типа брать взятки — это хорошо. А, кстати. И потом должно быть обоснование, мое обоснование, почему я считаю, что это хорошо. Это как бы как выход из этой штуки, или еще не выход? Как выход из этой штуки. Ну как бы вот это напряжение, которое мы создали. Да-да-да. Свой взгляд. И в конце, ну вот как бы это напряжение нарастает. И потом мы говорим, взятки — это хорошо. И все такие, да, почему, почему взятки — это хорошо, что он с ума сошел, или я с ума сошел. И мы объясняем, например, там бла-бла-бла, потому-то, 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 и все, ах, все понятно. И вот тут люди должны уже смеяться или нет еще? Не должны, они будут смеяться как-то. А, не будут. Если их зацепила вот начальная тема. О, подождите. Ну в теории это окей. А какие-то практические будут у вас, ну вот во время мастер-класса, практические задачи? Конечно. То есть вы объяснили вот эту штуку, и дальше каждый студент все это писал. Дальше мы начинаем с тем, как вообще подбирать темы. А, накидываем темы. Как потом в темах чувствовать вот это напряжение, что создает напряжение или что нет. Способы увеличения этого напряжения, потому что, ну, в шутке даже не столько важна концовка, сколько вот это начало, чтобы вовлет человека, чтобы он идентифицировался с героем, чтобы он начинал все переживать, чтобы зеркальные нейрончики начали работать. После прослушивания вот этой первой водной, бесплатной, я хотел бы заметить, лекции от Павла, я понимаю, друзья, что мы приближаемся уже, знаете, к такой шуточной тригонометрии. Тригонометрия шутки. Пока вы будете сейчас слушать музыку, мы распишем шутку в тангенсе, катангенсе и корни из числа пи. И препарируем ее заодно. Оставайтесь с нами, друзья. Вот Маша хитрая, конечно. Я сразу скажу, пока тут Маша. Мы продолжаем пытаться меня перебить. Вот Маша хитрая. Маша приводит тех гостей, которые сами приходят со своими играми. Я вот сразу приоткрою вот эту вот завесу тайны, что сегодня... Ну потому что гости у нас непросты. Кстати, ребят, вы первые, кто пришли к нам со своей игрой. Это круто. А с чего начнем? Мы вас проверим. У нас денег нет. А с чего мы начнем? А я хотела, что проверять-то? Нет, давайте мы вас проверим. Вы же, наверное, всех проверяете. Давайте, а потом мы. Это не проверка, это скорее упражнение. Вы хотели поучиться, ты хотел полечиться. Это и про то. Поможем. Мы готовы. Что надо делать? Сейчас Пашка все расскажет. Значит, это упражнение называется «Это здорово». Это здорово. Очень хорошо. Совершенно верно. Из этого упражнения потом я сделал рубрику в вечернем органе. Она была. Оно. В монологе. В общем, я говорю тебе такие какие-то нелицеприятные факты о твоей жизни. Или какие-то ситуации. Например, там у тебя разбилась машина. И первая твоя реакция, ты должна сказать «Это здорово». А потом уже должна объяснить, почему это здорово. А, круто. Да. Ну, давайте. Начнем? Давай, попробуем. Ну, мы можем... Не-не-не-не-нет. Бред можно нести. Все, что угодно. Все, что угодно. Главное сразу сказать «Это здорово», а потом объяснять. А потом аргументировать, почему. Хорошо. Ты мне, если что, помогает в ситуации. Я буду, если что, помогать. Давай. Я начинаю? Да, может, я на что сгожусь. Давай. Ну, и так, давай возьмем, не знаю, две минуты, на сколько тебя хватит. Давай. 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 Уже говорить, это здорово. Я рада. Давай. Давай. Ты пролила вино себе на платье. Это здорово. Теперь у меня новый модный принт. Прекрасно. Ты выходила из студии, и на тебя упала пианино. Это здорово. Теперь я стану еще и музыкальной. Я запою. Этот эфир никто не смотрит. Это здорово. Он уникальный, потому что все, что происходит здесь, останется между нами. И можем здесь даже раздеваться. Ах, да? Здорово. Это здорово. Это очень хорошо. Тебя остановил гаишник, и ты пьяная за рулем. Это здорово. Я спою ему и расскажу про его жизнь. И вообще скажу, что я гадалка. Может быть, кстати, потом пойду на рынок и подзаработаю денег. Так случилось, что тебе оторвало правую ногу. Это здорово. Теперь я буду худее на 30 килограмм. Так, прекрасно. Юля? Что? А мы прямо сейчас с Машей? У тебя почернели зубы внезапно. Это здорово. Теперь наконец-то Миша не будет слепнуть от твоей улыбки. У тебя эвакуировали машину. Это здорово. Я наконец-то узнаю новые местечки в Москве. Еда, которую ты готовила для любимого человека, испортилась. Это здорово. Он не будет есть и похудеет, и я съем все сама. И может быть... Ну что, тебя выслали из страны в Монголию. Это здорово. Я там никогда не была. Расширю свой кругозор. Внезапно ты очень замерзла. Это здорово. Я в таком состоянии еще никогда не пребывала. Я буду снегурочкой. В лифте с работы ты едешь, и там маньяк с тобой едет. Это же здорово. Он уделит мне внимание, может быть, даже пристанет ко мне. Я почувствую себя женщиной. Может, я предлагаю, может быть, с Мишей поиграть. Давай, давай. Нет, ребята, а можно я обглянуть? Спасибо. На самом деле, вот это вот говорить на любую ситуацию, это здорово. Мне кажется, вообще так по жизни надо. Всегда говори да и всегда говори. Самое интересное, чем заканчивать. В этом есть и теоретический момент, как раз, и про то, что смотреть со стороны на ситуацию. Да, да, да. Это интересно. Круто. Поехали. Давай. Давай. Ты кто? Ты? Давай по очереди. Давай. А, я давай. Ты нашли, если что. Миша, тебе на ногу упал стул. А, это здорово. Я хоть посижу какое-то время, не надо будет никуда ходить. У тебя в квартире над тобой делают ремонт, начали в 4 утра. Это здорово. Наконец-то у меня восстановится режим. Не буду в 4 ложиться, буду в 4 вставать. А, ты вышел из дома и начался дождь. Ты вещь промок, а тебе нужно было идти на день рождения. Это очень здорово. Наконец-то эти люди позволят мне быть голым по нормальной причине. А, ты нечаянно отрезал себе палец. А, это здорово. В некоторых моих занятиях он мне очень мешал. Хотелось бы точнить, в каких он. Да, да, да. Ты получил результат анализов и там написано, что ты гей. Это здорово. Новые горизонты ровно на 50% открываются для меня. Это правда. Это правда, спасибо. Так. Я все, я что-то, да. Давайте, давайте. Давай. В этой комнате внезапно закончился воздух. Это здорово. Потому что я уже об этом не узнаю, какая разница. Миша, ты поехал на отдых и как-то так уснул и проснулся, а у тебя грудь женская, третьего размера. Это здорово. Я теперь знаю, как продвигаться в мире шоу-бизнеса. У меня появилось еще два инструмента. Ты сходил в парикмахерскую. Спасибо. И когда вышел, это странно действительно, у тебя во лбу был пончик. Это здорово. Можно и пообедать сразу же после парикмахерской. Ну, заесть, заесть по лысину. Ты после вечеринки проснулся с очень страшной женщиной в кровати. Это здорово, это опыт. И это тебе 50% в России, да? Да, да, да. Ты ассет. Это здорово. Наконец-то я не увижу ту страшную женщину, с которой я проснулся после вечеринки. У тебя нос увеличился на 15 сантиметров. Откуда вы знаете? А, сквозь этот вопрос. Это здорово. Когда с таким носом он увеличивается еще на 15, это уже все равно. Абсолютно. У тебя закончились все деньги. И это здорово. Машка уже точно не сможет мне отказать. Я займу у нее. Я разгоняюсь. Давайте. Давай, давай. Ты проглотил огромную жвачку. Ну, это же здорово. Значит, не надо обедать. Сегодня будем худеть, правильно? Правильно. У тебя оторвало обе ноги. Это здорово. Машка будет меня катать. Сидит без дела. Вместо Машки Витька. А это уже возвращаясь к моему каменалку. Помните? Изначально вопросника. Конечно. Смотри, ты на концерте вел его, прыгнул в толпу, а тебя никто не поймал. Это здорово вести такие концерты. Почему? Не знаю. А почему? А почему здорово? А тебя никто не поймал. А почему ты не поймал? Почему здорово? Не знаю, придумай. Почему здорово? Почему здорово, что меня никто не поймал? А ты зато полетал целых три секунды. Да, это наконец-то произойдет. Я узнал, как это. Больше, чем многие рок-музыки, которые ловят. Да, да, да. Да. Финалочку. Финалочку. Все, завершаем. В тебя попала стрела с ядом Курару. О-о-о. Функциями, на мой взгляд, так все в порядке. Все в порядке. Да. Если ты, если убрать грудь, слепоту и страшный шаг. Если ты как бы не забудешь, когда выйдешь из помещения, то, что здесь происходит. Друзья, давайте улыбнемся тоже. Все, смеемся, улыбаемся. Да, поехали. Поехали. Поехали с нами. Лучше смотрим. Страна ФМ. Один на всю страну. Один на всю страну, но она здесь целых четыре человека. Я специально присел, знаете, на корточке, потому что у Юли есть дополнительные глаза на ее ботик. И именно на уровне этих глаз я и делаю включение нашего прямого эфира. Ну что же, друзья, продолжим. Миш, нас гораздо больше. Вот нас двое. Еще Паша здесь. И два с половиной человека. Два с половиной человека. Раз, два, три, четыре, пять. Я понял, вот по тем глазам. Пять с половиной, понимаешь? Вот столько людей. Слушайте, ну на самом деле в прошлом выходе потрясающая игра. Разрешайте, мы будем иногда ей пользоваться. Можно? Забирай. Забирай. Ай, ну все, ладно. Забирай. Здорово получилось. Слушайте, а вот у вас школа открывается. У вас там будет какая-нибудь система отметок. Я подумала, было бы классно, если вот когда ваш ученик шутит, вы такие ему, ха, это, знаете, единица. Или он пошутил получше. Ха-ха-ха. Нет таких смешков? Я думаю, я думаю, что мы будем или говорить, что о, да, это здорово, или ничего не говорить. А, просто. Плакать хоть. Да. Я предлагаю вам тогда наш вариант игры, это небольшой. Мы сейчас будем как будто бы учениками в этой школе. А у нас тоже будет игра, да? Михаил. Ну, маленькая, быстрая, да. Давай. А вы будете оценивать. Но мы будем рассказывать очень тупые, баянные, старые анекдоты, которые, может быть, уже продубленные и не смешные. А вы будете их оценивать либо одним смешком, либо двумя. Самая высокая оценка в школе, это, естественно, пятерка. Ну, надеюсь, хоть один до вас пробьет. Давай. Я вот с этой начну. Петька с Анкой купаются в реке. Петька предлагает. Давай поиграем морской бой. Ты будешь крейсером, а я подводной лодкой. Только, чур, перископ не кусай. Я, наверное, вылетела из мира, и перископ, а его же сейчас им никто не пользуется. А Петька и Василий Ивановичу кто-то пользуется сейчас? Миш, давай, тогда вот это твой. А это все про Петьку? У тебя пол собрали сочинения. Нет, не все, не все, не все. Василий Иванович, а как это ты, Петька, добился, что у тебя волосы такие... Ты специально, что ли? Что у тебя волосы такие красивые, черные, вьющиеся. Да, Квасилий Иванович, я их яйцами натираю. Ну, Петька, ты и акробат. Все, два было. А у Юлии там все зашло. У меня больные есть какие-то демы. Что же, что же? Врача! У нас есть врач, Павел. Нет, я психолог, я не врач. Все в порядке. С ней все в порядке, да. Но я его просто не слушал никогда. Может, у меня первая волна. Теперь, может, закончить. Теперь анекдот про тещу. Тоже какой-то очень древний. Теща выходит из своей комнаты, проводит зятя на работу и жалуется. Всю ночь комар кусал. Утром проснулась, а подушка в крови. Зять говорит, так его после вырвало. Спасибо. Спасибо за это. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Вот это, да? Давай, конечно. Я, Паша, ты знаешь, как? Я вот просто сам себя натягиваю здесь на голову. Да, я знаю. На троечку, на троечку. Давай, давай, давай. Давай. Встречаются два приятеля. Один говорит, представляешь, вчера для хохмы через газету дал объявление, что на центральной площади города в 12 часов будет сбор, заменим, дураков. Ха-ха-ха. Наверное, никто не пришел. Вся площадь была забита. Да ты что? Все пришли посмотреть на тех, кто придет. А-а-а. Спасибо. Миш, ну что ты такой анекдот странный подготовил? Мы договорились. Мы договорились. На самом деле. На самом деле что, понравилось? Один. 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 Окей. Сейчас говоря, я был так увлечен нашим договором, что я даже не слышал. А, что даже не слышал. Да, но мне понравилось, как ты сдаешь анекдоты. Фу. Сдаешь? Сдаешь это что? А, раз ты поэтому аж со стула встала, понимаешь? Подожди, сдаешь это что значит? Сдаешь это больше как-то. А, подаешь. Подаешь материал, да. Так, Миша, научи меня. Надо на это. Надо просто... Просто громко, да? Да, да. С напором. Хорошо. Да, это как будто ты на свадьбе, тамада. А, это вот он опытный у нас. Василий Иванович, вот скажи мне, почему Россия с ее населением 140 миллионов человек проигрывает в футбол Словении, у которой население 3 миллиона человек? А это потому, Петька, что найти классного футболиста среди 140 миллионов в 46 раз тяжелее, чем 3. Короче, это... Я вам объясню. Ну давай, мой коронный выход. Ну давай вот этот тогда. А ты... Давайте не будем. Не будем, Михаил? Время. Мы просим. Смотря чем закончится. Ну давай вот этот, хорошо. Согласна. Вы готовы? Да. Это и феерия. Феерия, давай. Я не выбирал, все видели. Контролер подходит к мужчине в автобусе. Ваш билет. А тот ему ответ, я Шварценеггер. Контролер, ну и что, ваш билет. Шварценеггер вытаскивает железный рубль, кладет его в компостер и компостирует. Контролер надрывает рубль. Давно вы так. Все? Все. Слушайте, ну... Слушайте, какой-то анекдот, да, такой не смешной. Я просто его знаю очень хорошо, этот анекдот. Да это ваш, Павел. Да ладно, серьезно? Еще три миниатюры из-за него придумали, да, можно, да? Все, друзья, предлагаю на этом закончить. Ну, в общем-то, какая-то система оценок в вашей школе будет вообще или нет? Ну, у нас, наверное, у нас потом будет сертификат, мы будем выручать. Если кто-то выполнит все задания, то это уже будет, ну, понятно, он как бы справился или не справился. Ну, понятно, и дальше он уже либо снимает некий вайн в интернете. А вот вы, кстати, в Инстаграме, не знаю, или в интернете, в Ютубе ведете какой-нибудь канал, снимаете сами вайны, развиваете? Ой, я один раз попробовала это сделать, я была жутко страшная. Ну, может, это как бы мне гармонично было, я была весел. Потому что это очень тяжело, потому что, чтобы это пошло, это нужно искать людей, которые умеют снимать. Это должно быть, ну, там, гримеры, ну, чтобы это было по-человечески и красиво. А я просто сняла себя на телефон, несла ерунду. Но, чтобы было понятно, мне было очень смешно. Это самое главное, мне кажется. Я сделала это для того, чтобы удовольствие. Не хочу, времени нету. Но подожди, там была какая-то история или это был некий блог? Или это вот прям... Это были, но сначала я была бьюти-блогером, мне рисовали брови, естественно, я лежала в ванной, несла чушь. Потом у меня были, как будто я светская львица была, у меня разные были амплуа. И все страшно сняты, все. Вот это их объединяло. Есть конвай, это самое главное. Да, 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 да. Паша, а ты хочешь развиваться в этом направлении? Хочу, да. То есть это в планах есть? Это в планах, да. Ну, ну, лишь в планах. Пока сейчас у меня там 20 фотографий. Да, сейчас пока мы перейдем к Блицу, ну, у вас прекрасный тандем. Я хочу сказать всем нашим зрителям и слушателям, когда начинается ваш мастер-класс. В сентябре, да, мы пока еще не обозначили. До этого пусть пишут, нам, мы будем держать в курсе. Все, прекрасно. Дорогие друзья, думать не надо, все как всегда. А как мы будем сейчас отвечать? А просто орите. Вместе, да, сразу. Для меня самое важное в жизни. Любовь. Отлично. Идти по жизни с юмором это. Да, хорошо, надо. Кайф. Если бы сейчас был 1018 год, что бы ты делал? Платье бы носило вот то красивое. Я бы очень тревожил все за будущее. А 3018? Я бы был расслаблен, ах, все самое страшное в жизни. Платье бы носило из шерсти. Когда был таким же креативным, умным, но старым, что я скажу с вами, про правнукам. Когда ты будешь? Да. Вот ты. Ты ничего не умеете. Ах, друзья, спасибо. Сегодня с нами были Павел Викторович, Юля, Денис. Спасибо вам. Спасибо вам огромное. Слушайте, круто. С вами весь. Это с вами весь. Да, у меня выросли. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok